Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в шоу-рум Казанского Федерального Университета. Сегодня наш шоу-рум посвящен открывающейся завтра конференции Международному научному форуму «Россия-Африка». В рамках этой научной конференции будет работать уникальная выставка эфиопской культуры, которая проходит в здании на улице Пушкина, дом 1, дробь 55. Завтра можно будет эту выставку посетить. В этой выставке собраны уникальные образцы древней культуры Эфиопии, а также культуры иудеев, мусульман и христиан. И обязательно необходимо прийти и посмотреть эту выставку. Я вам представляю сегодня дорогих участников нашего шоу-рума. Это уважаемый Максим Владимирович Палеолог и Андрей Юрьевич Ситников, которые, собственно, и привезли эту выставку к нам в Казанский университет из Москвы. И мы выражаем огромную благодарность вам, уважаемые коллеги, за то, что вы потрудились, за то, что вы откликнулись на наше приглашение и согласились приехать с этой уникальной выставкой к нам в город Казань. Сегодня на нашем шоу-руме принимают участие уважаемые наши студенты, востоковеды и африканисты старших курсов, которые с удовольствием послушают ваше выступление и будут готовы задать вам вопросы о древних культурах Африки, Азии, Эфиопии. Но вначале я бы хотел коротко представить наших уважаемых гостей, чтобы вы знали, с кем вы, собственно, имеете дело. Начну я с Максима Владимировича Палеолога. Как вы слышите, уникальная фамилия, ведущая свои корни к тем самым палеологам, о которых мы с вами знаем из учебников истории. Но я представлю официально. Это кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и российской истории Института гуманитарных наук МГПУ. Сфера интересов Максима Владимировича Палеолога является всеобщая история, история религий, культурология, христианская традиция и христианское искусство Эфиопии, геральдика и генеалогия фонариотской знати, а также проблемы формирования и развития имперской идеологии России. Максим Владимирович Палеолог является автором целого ряда публикаций, в том числе геральдические эмблемы, используемые родом Палеолог, опыт, описание. Я представил Максима Владимировича, он сидит ближе ко мне. Максим Владимирович, запомните. Также представляю Андрея Юрьевича Ситникова. Это известный путешественник, который совершил 12 самостоятельных экспедиций в Эфиопию за последние 10 лет. Сферой интересов Андрея Юрьевича является история Эфиопии, культура и искусство, а также основные религии, христианство, ислам, иудаизм, представленные на ее территории миллионами верующих. Посвятив себя изучению культуры и искусства Эфиопии, Андрей Юрьевич Ситников проводит серьезную исследовательскую работу. Во время полевых исследований им собран богатый этнографический и культурологический материал, требующий дальнейшего осмысления. Стараниями Андрея Юрьевича Ситникова заложена обширная концептуальная коллекция, ставшая объектом научного изучения авторов. Я бы вначале хотел предоставить слово как раз Андрею Юрьевичу, чтобы вы представили уважаемым нашим студентам ту завтрашнюю выставку, которая открывается. Что она из себя представляет, какие в нее входят экспонаты и как вы ее собирали и краткую историю этой выставки. Представленная коллекция, которую можно будет здесь увидеть завтра, она представляет лишь часть общего собрания, которое в данный момент демонстрируется в библиотеке иностранной литературы в Москве, на Таганке. Там большая выставка разделена на две части, христианская традиция и община Бета-Израэль, это в одном там большом мраморном зале, а во втором этника, украшения, все только по Эфиопии и в том числе, что касается ислама, по этой традиции, честно говоря, с Максимом Владимировичем мы очень далеко пока не продвинулись. Только в части украшений, своеобразных оберегов, телсумов, священных сосудов. Здесь, да, это очень характерные такие предметы, но все равно изначально это христианство и до ислама доберемся. Там большое собрание представлено, выставка идет, она уже прошла, демонтирована в части христианства, но будет повторно экспонироваться с 15 ноября по 28 ноября. Можно будет, если кто-то с Аказии будет в Москве, можно посетить, зайти в библиотеку, получить читательский билет и увидеть. Она действительно большая и заслуживает даже такого поверхностного внимания. А если все-таки посмотреть серьезно, то вы поймете, что собрание достойно уважения. Что представлено здесь? Ну, честно говоря, то, что удалось привезти на поезде. Вот, двум хомо сапиенс, имеющим две ноги и две руки. Вот, то и здесь представлено. Чисто в физиологическом плане мужчина много не поднимет, там, 25-30 килограмм. Что смогли, то и привезли. И, тем не менее, мы привезли предметы, по которым можно понять, что, во-первых, разделим само собрание, даже это маленькое, представленное у вас, на несколько тематических групп. Это будут ставрографические памятники. А эфиопская ставрография, ну, она не имеет себе равных в мире по разнообразию и по глубине. Нужно пояснить, что ставра – это крест. Да, ну, я имею в виду собрание крестов. В Эфиопии классические, вот, сами кресты, используемые и в жизни, и в христианской традиции. Ну, я имел в виду непосредственно в службе. Их можно разделить на четыре группы. Первое – это нательные кресты, что носят сами верующие. Там, даже там, одних форм. Ну, форм всего, как таковых, их восемь. Территориальную привязку мы можем сделать. Это аксумы земли тиграя. Это кресты лалибеллы. Кресты ласты Багимдера, кресты Гондора, кресты Шоа и кресты императорской мастерской, обслуживающей двор. Там, конечно, богатые кресты, там и техника, вот, работа с серебром отдельная. Ну, вот из этих семи, по-моему, я форм перечислил, смежные регионы так или иначе формы перенимали. И родилось такое количество крестов, что можно набрать, собрать коллекцию, ну, из 300-400 крестов вообще непохожих, вернее, различных в каких-то деталях, свободно. То есть, 300 абсолютно разных крестов, можно сказать так, да. То есть, нательные кресты. Второй тип крестов – это священнические кресты, которые священники носили с собой всегда. Это часть их облачения для благословения. Кресты тоже можно подразделить на две категории. Крест обычный, который всегда со священником. И иногда в неком таком кожаном чекле на веревочке, если он очень долго куда-то идет, чтобы не нести в руки или руки занятые. И вторая часть священнических крестов – крестов с длинной рукоятью. Особенно в древние времена путешествовали или пешими, но так как большие расстояния, то все-таки это или лошадь, или осел, что-то такое. И каждый раз, а встречались путники, их надо было благословлять, и каждый раз священник просто не слезал с лошади. И чисто технически ему удобно было благословить седла, как говорится, крестом с длинной рукоятью. Рукоять креста священнического в данном случае доходила до 70-80 сантиметров. Третий тип крестов – это кресты процессионные или выносные. Кресты используются во время богослужения. Также кресты используются как сопровождение во время выноса святыни из храма. Ну, допустим, выноса табота, а святыня – это табот в каждом храме, выноса табота на крещение. То есть выносится святыня, сопровождается вынос процессионными крестами на шестах. В процессионных крестах предусмотрен конструктивно такой элемент, как так называемые руки Адама, в которые продевалась ткань. Изначально это были белые куски ткани, потом стали разноцветные. Вот данные ткани, они символизировали одеяние Христа. И появлялась такая процессия, она не просто как сопровождение, но это придавало некую величественность этой процессии. Вот священнических крестов форм тоже огромное множество, но их тоже можно так классифицировать, как кресты архаичные, кресты якорные, авы, яра, да. Кресты XII-XIII века, кресты лалибеллы, царя лалибеллы, габре-мискель лалибелла. Ну, это интересный персонаж, габре-мискель переводится как раб креста. А лалибелла, это ему дали в дополнение к тронному имени, переводится как повелитель пчел. То есть, когда ребенок родился, его положили в люльку, над ним туда прилетел огромный рой пчел, покружил над младенцем, но его не тронул и улетел. Поэтому, конечно же, он возведен, причислен к лику святых, ну, а это как одно из проявлений, что он может влиять на силу природы. Ну, следующее, это кресты XIV-XV века, в крестах уже появляется солярная символика. Дальше ромбовидные XVI-XVII-XVIII, параллельно кресты гондарского типа, расщепленные, проросшие кресты. И конец развития створографической традиции, это XIX-XV века, большие, так называемые, лапчатые кресты. Огромные кресты, сантиметров 80, они и тяжеленные. В храме Святой Троицы, при храме Святой Троицы, в Адис-Абебе, есть музей, там вот этих лапчатых крестов представлено, ну, с десяток как минимум. Часть из них выполнена в золоте, часть из них выполнена в серебре. Ну, вот, есть чем похвалиться, конечно, в данном случае Эфиопскому музею. Но наша задача, совместная работа с Максимом Владимировичем была, все-таки, изучить весь процесс зарождения створографической традиции, зарождения, становления и развития. Вот, все кресты в представленном, в представленной здесь экспозиции, которые с завтрашнего дня можно посмотреть, они есть. Есть процессионные, есть нательные, есть священнические. Четвертый тип, который я не упомянул, это так называемые накупольные кресты, представленные на каждом христианском храме. Тоже очень большое разнообразие, там есть свои особенности, и в символике в том числе, но кресты уж очень большие, до полутора-двух метров. Конечно, мы хотели бы иметь в нашей совместной коллекции с Максимом Владимировичем подобный крест, но подобных крестов нет ни в одном мировом собрании. Я сегодня был свидетелем, когда мы расставляли экспонаты огромное количество и маленьких крестов, и привезли, конечно, наши коллеги, уважаемые, и большие кресты, которые даже с трудом было куда уместить, но это впечатляет, конечно. Андрей Юрьевич, а как Вы собирали эту коллекцию? Сложно ли было находить экспонаты? Ну, смотрите, Эфиопия – это совсем другое государство, не говоря о том, что это другой континент, а со своими законами, которые нужно соблюдать и уважать, не говоря уже о традициях данной страны, данных народов. Поэтому как таковой поиск в нашем понимании, заглянуть за какой-то угол или взять лопату где-то покопать, конечно, это невозможно. Но, тем не менее, в стране представлены тысячи и тысячи от больших до средних мелких лавочек. Большинство, конечно, не до конца понимает, что у них бывает в руках. И потихонечку сформировался некий такой теневой рынок. Но, тем не менее, есть серьезные коллекционеры, с которыми я общаюсь, с которыми мы сотрудничаем. И только так можно как-то легально, абсолютно законно делать те шаги, которые мы делаем. Собираем собрания, потому что стоят вопросы и вывоза, это и сертификаты, и разрешение Минкультуры, то есть это как культурные ценности. То есть все это в рамках. А поиск, ну, я вам скажу так, не зная самой темы, а тема подразумевает под собой не просто знание истории Эфиопии, знание христианской традиции Эфиопии, знание иудейских корней, и порой, ну, и, конечно, вот, некоторых языческих начал, которые сохранились, тем не менее, до сих пор. Плюс необходимо обладать, ну, определенными знаниями антиквара, разбираться в этом. Необходимо знать как минимум, как минимум, всем мировые музейные собрания, на что нужно обратить внимание. Да. Ну, и вот, лишь в увязке с этим, ну, и, конечно, литература. Потому что наша эфиопистика сильно представлена в мире, начиная с Кахановского, Айналова, ученика Севербориса Чернецова, и его последователей, нынешняя эфиопистика, Мария Булах, Алексей Муравьев, высшая школа экономики, или... Канцинзов. Или взять, допустим, СПБГУ, Кунсткамеру, а там Валерия Семенова, Екатерина Кусарова, эфиописты со знанием языка, языка древнего, мертвого, со знанием языка гаиза, и их, конечно, великолепного руководителя, господина Французова. Да, он арабист, да, его профиль саба, он сабиист сам, но честные связи с эфиопией издревле, и, естественно, он тоже многое что знает. А почему это важно, и почему я, допустим, остановился на наших отечественных, на нашей отечественной эфиопистике, потому что она именно грешит научным подходом в вопросе изучения. ни популизм, ни вот... Собирательство? Описательность. Да, не описательность, а именно научный подход. А без научного подхода в нашей, допустим, работе, ну, это просто невозможно. Невозможно. Вот. Поэтому формирование самой коллекции, я перечислил, это очень много факторов, что должно быть прежде всего в голове. Это как минимум, ты должен обладать целым комплексных знаний в разных областях. Ты, ну, и, наконец-то, должен отличить крест современный, потому что ты можешь в Эфиопию приехать и сказать, мне нужен крест, там, 17-го века. Сейчас скажешь, завтра утром будут. Будет. Ото льют, сделают, патина будет, все как положено. И ты не разберешься, ты его купишь и все. Если ты в этом не разбираешься, то, ну, не стоит затевать то, чем мы занимаемся с Максимом Владимировичем. Поэтому большой комплексный вопрос. Максим Владимирович, тоже как историк, немного я буквально дополню, Андрей Юрьевич так немного поскромничал, он больше рассмотрел академическую сторону. В какой-то мере можно провести параллель с Индианой Джонсом. То есть, вы отправляетесь в путешествие, вы собираете информацию, где, что, встречаетесь, знакомитесь. Вот Андрей Юрьевич 12 раз таким образом путешествовал по Эфиопии, собирал вот эти предметы, видел многие предметы, редкие, уникальные, которых нет ни в одном музейном собрании, которые либо в частных руках находятся, либо в храмах. Поэтому здесь все переплетается. И где-то такая билетристика, интерес художественный и, конечно, научная работа очень сложная, кропотливая. То есть, так же, как вот... Я пытался донести вот именно то, без чего это невозможно. Без знаний, без подхода, без этого просто невозможно. Там, допустим, было два предмета. Но этот же процесс предполагает в том числе и торг. Понимаете, вот увидел я предмет. Предмет достойный, предмет, которого нет ни в одном собрании мира. Я сейчас говорю о двух, я сейчас на них чуть-чуть подробнее остановлюсь. Они представлены лишь в одном музее. Это Манбара Табот, так называемое седалище Таботы, то есть место, куда кладется сам Табот, сама святыня и эвативный венец. Я за них торговался три года. Но не уступает эфиопы все. Он видит, что мне это нужно. Он меня прочитал. Эфиопы же это психологи от Бога, и причем психологи такого уровня, с которыми сравниться если что и единицы могут. Во-первых, все африканцы психологи, эфиопы это кратно, чтобы представить, что это такое. Он видимо меня прочитал, что этот предмет мне нужен. Но я его ни в первую поездку не купил, ни во вторую, ни в четвертую. Я купил только на пятую поездку. И я купил где-то процентов на 70 дешевле, чем он изначально мне предлагал. Два шикарных предмета. Они украсят любое собрание мира. В данный момент они находятся в музее русской иконы. Я с этим музеем работал, сотрудничал в течение пяти лет. Очень горд этим, доволен, что удалось посотрудничать. Я бы продолжил насчет того собрания, которое можно будет завтра увидеть. Смотрите, на стаурографии мы остановились, и второе направление это иконографическая традиция. В Эфиопии иконография как и везде представлена большими складнями, одна и двухстворчатыми, и маленькими складнями, небольшими, сантиметров 10 на 10, тоже одна и двухстворчатыми. Подобные складни, это складывающиеся иконы. Икона, как правило, состоит из средника, центральной части, и створки. Складывается, поэтому и складен. Бывают две створки, бывает одна створка, бывают две стороны с одной, две створки с одной стороны, бывают с каждой стороны по створке. То есть конфигурация это... Здесь примечательно другое, что вот в больших иконах эфиопских, как правило, не представлена одна сцена или какой-то библейский сюжет. Они, как правило, многоярусные, то есть несколько поясов изображений. И эти пояса, в свою очередь, тоже могут делиться. Это похоже, как вот крестики-нолики играешь, там три на три, девять квадратиков. Вот вот этот традиционный эфиопский подход, где очень много сюжетов, где-то есть хронологическая связь между первым и последним, а где-то нет. Иконопись эфиопская, она более чем интересна и уникальна. Она, конечно, сильно отличается от традиционной для нас русской или европейской. Хотя сама иконопись зародилась во времена Зары Якоба в 15 веке, после того, как монарх увидел западные иконы. То есть сами иконы в Эфиопии стали писаться лишь в 15 веке, но очень поздно в Европе это уже было сильно распространено. Хотя храмовая роспись в Эфиопии известна с давних времен. В 4 веке сохранились некоторые фрески. Достаточно фресок сохранилась 8-10 века. Это тиграйские скальные храмы. То есть иконопись знакома, но в таком виде, как иконы, это достаточно позднее явление для этой страны. Третье направление, оно интересное. То есть мы о ставрографии поговорили, о иконографии, но очень быстро. Единственное, что бы добавил, в Эфиопии есть свои школы иконописи, но их всего две. Вроде бы есть претензии на третье, но это всего две. Первая гондорская школа и вторая гондорская школа. Это 17-18 века. Они отличаются между собой. Любой иконописец и даже художник, он это увидит по строгости линий в одном направлении и мягкости, плавности линий не только в изображении ликов, но и в складках одежды и прочее. Это, конечно, видно, если в этом разбираться. Третье направление из того, что вы сможете там увидеть, это церковный литургический утварь, сакральные предметы. Вы сможете увидеть там предметы для причастия. Там есть один предмет, допустим, лыжица сама, да, или причастие крови Христа. Так вот, подобный предмет есть в одном лишь собрании в Метрополитене, он также с утратами из серебра. Здесь лыжица 17 века тоже с утратами, очень редкий экземпляр. Ну, вы увидите потиры и кое-что еще. Четвертое направление. Четвертое направление это чисто эфиопское, это вопросы магии. Вот направление требует особого изучения, хотя, допустим, Север Борисович Чернецов уже писал о магических свитках в одной из своих работ. в Эфиопии вот это язычество, оно сохранилось в виде в виде, ну, не само язычество, а страх перед силами зла, он сохранился, и уберечь себя от этих сил зла, как? вот в Эфиопии есть магические свитки, есть небольшие обереги китабы, вот, есть обереги для жилища в виде настенных досок, есть складни с изображением магических свитков, то есть направление такое интересное и самое главное, оно чисто визуально очень оживляет, очень-очень оживляет, когда смотришь, допустим, на домашние обереги в виде досок. Там сочетание элементов, причем оно на первый взгляд будет вам абсолютно непонятно, но в данном случае Илья, скорее всего, Максим Владимирович проведет экскурсию и расскажет, потому что есть там изображение тератоморфов и изображение запечатанного зла, кто запечатывает, кто охраняет, то есть это, ну, как бы, кажется, все очень просто, но с другой стороны нет, для эфиопов это серьезно. Ну, и плюс, конечно, эфиопы, они носят обереги и для мужчины, там, для мужского потомства, женщины, для благополучных родов и не единых родов, вот, естественно, что-то связано с урожаем, но это уже ближе к прочей Африке, но в эфиопии тоже это есть, то есть магическая составляющая экспозиции тоже будет там представлена, то есть мы перечислили четыре, да, стаурография, иконография, магия, магия, а три мы перечислили, да, стаурография, иконография, мафия, а, нет, магия, литургия, литургия мы коснулись, там есть свои особенности, какие предметы в литургии используются, какие нет, но спросите, ответим. Четвертое направление это община Бетта-Израэль, абсолютно интереснейшая тема, глубокая, серьезная и не имеющая на данный момент единого знаменателя, то есть наука указывает на то, что иудейская община в Эфиопии, именуемая Бетта-Израэль, а в простонародье самих иудеев называют уничижительно фалаша, вот, появилась как продукт социальной экономического и социально-политического развития. Это XIV век, скорее всего. Есть одна точка зрения, есть другая точка зрения, есть сотрудники Колумбийского университета в Америке, они с этим не согласны и утверждают, что иудеи, вот эти эфиопские, доталмудические, они появились еще во времена Аксума, а расцвет Аксума это II-IV век нашей эры, то есть, понимаете, 10 веков как бы, то есть, ну, западная наука, израильские открытые университеты, они на своем, XIV век и не раньше. Другие незаинтересованные, скажем, представители науки, они пытаются в этой теме все-таки разобраться. там представлены, ну, ряд предметов, которые использовались представителями этой общины в быту, и есть, мы привезли два с собой таких глиняных предмета, но я общался с Фалаша там в Эфиопии, и не с одним представителем иудейской общины, хотя их там остались буквально несколько тысяч по разным оценкам эфиопских иудеев, там, ну, от двух до девяти тысяч. Все остальные с 75-го года, когда Сефардский раввин Израиля признал эфиопских иудеев евреями, началась массовая алия с 75-го года. Массовая закончилась в 2013-м году, в 2013-м году. Ну, хотя, вот, буквально на этот Новый год тоже они вывезли порядка четырех тысяч еще иудеев. Вот, и в Израиле сейчас это одна из самых больших диаспор, порядка 140 тысяч. Так вот, там есть два глиняных предмета, они похожи на голову, человеческие голову, и вот по общению с Бета-Израиль представителями там, они говорят, что это терапимы, аналоги терапимов, ремских пенат, то есть неких сосудов, куда помещаются духи предков. Вот, у одной головы претензия на более ранний период, до 9-го века, вторая это 18-19-й век. Ну, мы там отдельно расскажем, потому что вот мне они говорили, что у них есть отдельные специальные комнаты, где хранились данные головы, причем, если иудей был побогаче, то это даже было что-то в виде стола, и этих на подставках голов было много, то есть много голов предков было. Ну, это все требует доказательств, поэтому здесь мы скажем только в начале пути по Бета-Израилю, но скажу так, исторический период этой общины там уже закончился, и найти что-либо уже по этой общине там, найти очень сложное. Да, а-ля фалаша этого туристического добра хватает. Там, как вот вы говорили про Кению, да, вот про это племя Масаи для туристов, там копья разукрашенные вот эти, там тоже есть даже типа вот несколько домов, и что здесь живет Бета-Израиль, там даже написано на стене фалаша, ну, сами себя они так, конечно же, не называли, потому что это уничижительно, там изготавливают вот эту туристическую продукцию, но она интересная, она интересная, она в основном связана, конечно, относит нас к царю Соломону, к третьему иудейскому царю, сыну Давида, второму иудейскому, а там история, вообще эфиопы ведут себя от Соломона, поэтому они претендуют и книга их, Кабриан и Гаст, слава царей, они претендуют, что они и, во-первых, великие цари, великие, и себя, они, допустим, полностью считают, ну, неправильно так будет сказать, себя, они считают единственными верными и истинными православными христианами, и это они доказывают в этой книге, иудеи предали Христа, и ковчег завета у нас, и солнце встало над иудеей, посветило, и переместилось, и светит теперь над землей эфиопской, и Сион там теперь в Эфиопии, то есть они себя считают вот единственными истинными христианами, ну, я с ними по этому поводу не спорю, вот, то есть это направление, и есть еще одно направление, это резьба по мрамору, коллекция, то, что в Москве там представлено порядка 50-ти резных мраморных скульптур, и скульптур из камня, и не только в виде какого-то библейского сюжета, это вырезан сюжет сам в камне, но это и в виде киотов, алтарей, складней, то есть очень интересное направление, подобное, там есть несколько предметов, очень вас которые удивят, периодически меняется картинка, вот может быть здесь вы видите, но об этом мы расскажем, подобных мраморных собраний тоже нигде нет, явление достаточно новое, но относительно новое, но с Минилик второго пережила две волны, Минилик второй и Хальселась, видно по резьбе, где более новое, где более старое, но это в двух словах вот так о собрании, что вы сможете там увидеть. Еще были Харары? А, отдельно я привез, но не мог, потому что заявлено, что христианство, ислам и иудаизм, там представлено украшение Харар. Харар это среди мусульман всего мира очень известный и почитаемый город, самый известный после Медии, Медии, Иерусалима. Город, где плотность мечети, она поражает и такого нет нигде в мире, где на одном квадратном километре расположено 90 мечетей, на одном квадратном километре. Да, это, ну и весь Восток Эфиопии, он мусульманский, Харар вот как центр, и там представлены именно украшения, женские украшения, именно вот эти сосуды священные, в которые помещались или специальные травы, или некие заклинания. Они, некоторые открываются, некоторые нет. Есть из серебра, есть из меди, есть с использованием янтаря в Эфиопии, есть янтарь, ну копал так называемый, на несколько миллионов помоложе нашего янтаря, но тем не менее есть и серебряных много. Ну вот по собранию в принципе все. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Ну и Максим Владимирович, очень интересен круг ваших интересов, сами бы вы как бы очертили вот то, что вам ближе всего, вы ведь занимаетесь и геральдикой, и занимаетесь все, что связано с родом, палеологов, не могли бы вы нашим дорогим студентам рассказать и что бы сами еще хотели донести до наших студентов? Ну, в первую очередь, конечно, я все-таки историк-религиовед, вот, тема моих научных интересов это эсхатология аврамических религий, то есть учение о конце света. Оно представлено во всех аврамических религиях, в иудаизме, в христианстве, в исламе. Очень интересно проводить сравнительный анализ этих явлений, поэтому, в первую очередь, я занимаюсь этим. Вот. Ну, как историк, конечно, в первую очередь, интересны темы, связанные с кругом научной деятельности, поскольку, вот, по поводу Геральдики, ну, это такое, знаете, увлечение. Возникло оно по необходимости, меня попросили атрибуцировать некоторые гербы, в частности, фонариотской, знаете, фонариоты, это греческая элита в Османской империи. Вот. Занимала... Фонарбахча с этим связан? Да, 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 Клуб футбольный. Он просто располагается... Район Стамбула. Да, в квартале. Парк фонарей. Да. Вот. Фонар – это район, который в Османском Стамбуле становится христианским. То есть, в свое время туда переносится резиденция Вселенского Патриарха. Там расселяются традиционно представители греческой знати. Именно фонариоты сыграли в Османской империи особую роль. Дело в том, что, находясь на службе у османских султанов, они заняли достаточно высокое место внутри османского общества. Во-первых, фонариоты традиционно были переводчиками, драгоманами высокой порты. У османов сложилась очень своеобразная традиция. Изучение иностранных языков непосредственно сами османы считали недостойным делом. Поэтому греки из фонара становятся переводчиками сначала высокой порты. Со временем представители этих семей занимали даже довольно высокие посты, например, пост великого драгомана. Великий драгоман возглавлял дипломатическую службу Османской империи. Фонариоты занимали посты драгоманов флота, тоже очень ответственный пост. С XVIII века представители фонариотских семей управляли дунайскими княжествами Молдавии и Валакии. Ну и, естественно, поскольку они занимали довольно высокое положение в османском обществе, были своеобразным связующим звеном между элитой Османской империи и Европой, ну, они имели и характерные для европейской знати элементы, в том числе герб, который в первую очередь использовался в Европе, в самой Османской империи такое явление не очень было распространено. И вот сегодня, когда изучается история фонариотских семей, периодически сталкиваешься с их гербами, поэтому началось все... Как источник знаний, да? Да, то есть, по сути, началось, потому что, представьте себе, вы, например, находите некий предмет, на котором помещен герб, ну, явно фонариотский. То есть, вот определяете, кому мог принадлежать этот предмет, соответственно, какое семейство владело этим предметом. на сегодняшний момент, конечно, все это является справочной работой. Я сегодня работаю над так называемым фонариотским гербовником, то есть, по сути, справочником, где объединены гербы фонариотской, византийской знати, где вы сможете как бы сориентироваться, какие эмблемы использовались, какие эмблемы византийские, какие эмблемы из дунайских княжеств, потому что ряд семей управляет дунайскими княжествами, гербы этих территорий включало в свои родовые гербы, поэтому это, в первую очередь, такая вспомогательная историческая дисциплина, если вы историки, вы знаете, существует такая дисциплина, вспомогательные исторические дисциплины, которые занимаются изучением геральдики, генеалогии, метрологии, значит, полиографии и прочее, прочее, прочее. Поэтому эта часть, вот, интерес родился чисто технически, появилась потребность для атрибуцирования, вот, собственно, этот интерес проявился. Ну, а так вот, в первую очередь, конечно, я больше религиовед, и с Андреем Юрьевичем в первую очередь мы занимаемся вопросами христианского искусства. За много лет, да, ведь совместно работаете? Да, ну, сколько уже, лет десять, наверное, нужно. Ну, само собрание и идея появилась лет десять назад, а мы совместно уже лет восемь. Ну, здесь надо у Максима Владимировича вопрос задать, конечно. У него в родне давняя связь с Эфиопией, поэтому расскажите, пожалуйста, Максим Владимирович. Андрей Юрьевич намекает, что один из моих родственников был кавалером ордена печати Соломоновой, поэтому я, честно говоря, даже не знаю, каким образом он он, но, видимо, кто-то из представителей эфиопского двора был в Петербурге, и для тех, кто с ними работал, существовал такой обычай, награждение орденами такими, поэтому они очень необычны, дело в том, что эфиопские ордена, вот эфиопская фалеристика, она очень интересна, она, во-первых, имеет очень яркую традицию мифологическую, то есть, когда вы знакомитесь с орденами императорской Эфиопии, орден печати Соломоновой, орден царицы Савской, орден Менелика, то есть, они сразу обращают вас к глубокой древности иудейской, сам орден печати Соломоновой имеет форму Маген-Довида, с наложенным на него крестом и императорской короной, поэтому, когда некоторые представители дипломатического корпуса сегодня появляются с такими орденами, иногда их путают с масонскими, интересный пласт фалеристика тоже является в какой-то мере чисто технической дисциплиной, поэтому сталкиваемся с ними не на пустом месте Максим Владимирович. Ну, вообще все не на пустом месте, вы же понимаете, предопределение, оно существует, и все мы, то, что мы встретились сегодня здесь, тоже, в принципе, все предопределено свыше, и нарушить это предопределение мы с вами вряд ли можем. Ну, я бы продолжил собрание, а ради собрания, конечно, не собиралось. У нас два собрания, у Максима Владимировича свое, у меня свое, мериться не будем, но речь идет вот о чем, что данные собрания, они призваны все-таки согласно тому, к чему мы идем, они призваны служить, то есть не удовлетворять наши собственные какие-то потребности в созерцании, удержании в руках. Мы хотим все-таки довести собрание до серьезного мирового уровня, сделать для него хорошее научное сопровождение, то есть обоснованность не просто, что крест 15 века и все. История возникновения креста, потому что в Эфиопии форма, та или иная форма, она рождалась не просто так, она выражает некую идею, для этого рождалась определенная стаурографическая матрица, определенная стаурографическая матрица состоит из соответствующих элементов, то есть у каждой матрицы своя элементная база, то есть мы хотим это собрание научно серьезно подкрепить. И сделать базой для дальнейшей научной работы. и научной работы, но и как одно из основных мы видим все-таки в популяризации вот этой темы, то есть мы хотим работать, а мы собственно уже работаем, с музейным сообществом России, в данный момент, пока это только касалось Москвы, первое, пусть небольшой, такой робкий, но все-таки шаг, мы уже в Казани, и мы хотим работать, ну, музейное сообщество это однозначно, профильные, высшие учебные заведения тоже самое, города, соответственно, миллионники и не обязательно миллионники, вот, то есть мы стремимся вот идти в этом направлении, чтобы заниматься популяризацией этой тематики, потому что Эфиопия, ну, смотрите, я не считаю Эфиопию африканской страной в том понимании, какой я ее знаю, все-таки вот этот островок христианства с ее культурой древнейшей и древнейшими традициями, которые сохранились до сих пор в их, ну, не то, чтобы первозданным, архаичным, но все-таки близким к тому виду, она единственная в Африке, одна, это маленький островок в огромном этом исламском океане африканском, 50 стран, кто у нее как бы в помощниках, ну, Египет, но судя по тому, какие процессы происходят там, во-первых, самих православных христиан, коптов, в Египте осталось всего 10 миллионов, это раз, а судя по тому, что, допустим, всем известный египетский систер, которому две с половиной тысячи лет, в Эфиопии, типа погремушки, да, это погремушка, у которой две нити, на которой висят вот сами вот эти погремушечки, и ее структура самого сестра, она состоит из чего, показывает вот эти две нити и рукояти, это единство Ветхого и Нового Завета. Это в иудейской традиции, потому что сам сестер, это ритуальный предмет, который использовался еще в древнеегипетских правах. Ну, две с половиной тысячи лет, конечно, я же не о христианах. Вот, так вот, в коптской традиции сестер уже не используется, хотя пришел в Эфиопию из Египта, а в эфиопской христианской традиции без него, ну, просто невозможно. На входе в каждую церковь, кроме огромного количества посохов с навершиями на концах и огромных чаш с сестрами, вот, на входе в каждый храм, в каждую церковь вы это увидите, потому что богослужение, во-первых, сопровождается неким музыкальным сопровождением, тавтология, но тем не менее, это и удары посоха, посохом о землю, это и сестры, вот этот шум, шум листьев, какой-нибудь, да, некий такой, вот, поэтому, я говорю, страна безумно интересная, глубокая, одна из древнейших цивилизаций в мире, впитавшая в себя, но многое из других цивилизаций, поэтому, ну, она достойна, я считаю, ну, и плюс, она первая, все-таки, она не разграблена, памятников много, сами эфиопские собрания в Эфиопии, они, ну, сами эфиопы к ним еще недостаточно хорошо относятся, то есть, они не работают с ними, и если есть прекрасные собрания, допустим, в бывшем дворце Халли-Селаси, в первом, в нынешнем университете, там прекрасные собрания и памятников стаурографии и крестов, там прекрасные иконы, и причем в таком количестве, а где их еще увидишь? Они их сохраняют? Да, вот можно привести, допустим, пример музея иконы во Франкфурте, там тоже много икон, но большая часть икон все-таки это небольшие складни, 10 на 10 сантиметров, вот, но и их много, но это не собственность музея во Франкфурте, музей во Франкфурте он объединил под своей крышей, по-моему, шесть или семь частных собраний, и вот благодаря тому, что там две-три оттуда, две-три оттуда, образовалось большое количество икон в одном музейном пространстве, поэтому, а так как страна до последнего времени была закрыта, литературы по Эфиопии, вот, именно конкретной, там, допустим, по памятникам стаурографии, или рассмотреть первую или вторую гондарские школы, иконописи, такой литературы, но единицы во всем мире, и если вы захотите изучать Эфиопию, я скажу вам, столкнетесь с большой проблемой, мы с этим уже столкнулись, допустим, по истории, да, там и Бакстона можно почитать, и можно там Мантельничко и Бортницкого почитать, там, или Аксунг-Обещанова почитать, что-то импортное, что-то надо, или, допустим, Тураевские хроники, или Чернецова, первые, пятнадцатых веков Эфиопии, и также его хроники, в принципе, и все. При всем объеме работать бывает очень сложно, потому что не так много, как может показаться. И Эфиопия, я тогда уже закончу, чтобы это, о самой Эфиопии, на данный момент страна, ну, почти 120 миллионов человек. Территориально, это две Франции, и 120 миллионов. В России 140. То есть, наверное, скоро эти уже цифры совпадут с приростом там. С другой стороны, входит десятка самых нищих стран мира. С другой стороны. Если посмотреть под другим углом, лет 8-10 назад туда пришел Китай. И по темпам роста Эфиопия, наверное, опережает сейчас все страны в мире. По темпам. Не по абсолютным цифрам, а именно по темпам. Потому что старт был очень низкий. Вот. Но Эфиопия обречена на большой успех. Она займет достойное свое место. Сейчас заработает вот эта электростанция, китайские деньги. Там представлена вся Европа. И земля в аренде, и производство. То есть, она обречена просто на успех. Но она до сих пор еще закрыта. До сих пор еще, я говорю, в Кении 5 миллионов туристов, в Танзании там чуть, может, поменьше или чуть побольше. В Эфиопии ну и миллионы не наберется. 500-600 тысяч. А с чем это может быть связана закрытость в Эфиопии? А вы знаете, мы этому должны быть благодарны. Потому что, если бы этого всего не было, не сохранилось бы, наверное, все то, что сейчас у них сохранено. В первую очередь, это связано с внутренней потребностью. то есть, Эфиоп сам по себе, вот как представитель народа, у него нет потребности пускать большое количество людей к себе. Поэтому рынок, он не очень развит. То есть, хотите, приезжайте, смотрите, создавать. Дело в том, что в Африке, во многих странах, создается целая индустрия туристическая. Гостиницы, сафари. и прочее. Здесь такого нет. То есть, даже уникальные памятники Лалибеллы, для того, чтобы добраться до них, вы должны преодолеть массу препятствий. Потому что сам город, он очень небольшой. Памятники разбросаны по всему городу. Вы постоянно, вот знаете, нет такой туристической сферы. То есть, вы сталкиваетесь с повседневностью. Эфиопской повседневностью достаточно иногда неприглядной. Иногда добраться до храма, вы должны залезть в узкую расщелину, пройти по этой скальной лестнице, для того, чтобы добраться вовнутрь. И по-другому вы туда просто не попадете. Как сами эфиопы. Да, то есть, так же, как сами эфиопы. Создавать инфраструктуру специально, чтобы привлекать, вот как-то так, нет. Но они начинают это делать. Но они понимают, что это деньги. Нет, там есть, что посмотреть. Смотрите, если нужна языческая Африка, то, конечно, это лучше тропическая, северная Африка. Но в любые страны ездите. В Эфиопии для этого, чтобы посмотреть вот эти родоплеменные отношения, это юг, долина реки Ома, сохранившиеся там около 20 племен. Но численности это, ну, может, 500-600 тысяч совокупно. по сравнению со 127 миллионами, но это ничто. Вот. Ну да, они живут по... Ну и то туристы уже начинают развращать. Причем очень серьезно. Что еще посмотреть? Ну, магический север, конечно, Аксумлали был, но там сейчас проблемы. Сейчас, вот именно в данный момент, там идет гражданская война. Хоть и заявлено, что она закончена, почти все, но я думаю, это не скоро кончится. Потому что... Тоже факт. Смотрите, у власти Тиграй, с кем ведут собственно национальные силы, национальная армия сейчас войну, Тиграй правил, как ни крути, 20 лет. Мелец-Зинау пришел в 91-м. И вот сколько лет Тиграй правил? Да, 70,5%, всего Тиграй, всего 70,5% от общего населения. Но у них были все ниточки, вся власть была у них. И отказаться от этого, и отказаться от этого, конечно, вряд ли. А Тиграй, это христианство. Андрей Юрьевич, Максим Владимирович, у нас присутствуют студенты-остыковеды, которые у нас, к сожалению, время уже бежит. Мы бы еще хотели несколько вопросов задать. Разрешите, пожалуйста, микрофон на руках. Вы хотели... не стесняемся, пожалуйста. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Как вы вообще пришли к тому, чтобы изучать Эфиопию? Так, если подумать, это находится на другом континенте, и как зародился интерес к этой культуре? Это удивительно, и очень интересно было бы узнать. Спасибо. Ну, я случайно попал в Эфиопию, честно говоря, даже и не предполагал. Вот сейчас мне 61, 10 лет назад я туда попал, мне было 50. И в принципе ничего не предвещало. Но в составе учредителей одной из компаний я туда попал строить бизнес. Но в дальнейшем я познакомился и много общался с носителями культуры, со священниками. И честно говоря, бизнес отошел просто на вторую сторону. Вот. И страна меня покорила. Честно вам скажу, прилетая туда, сейчас есть некоторые небольшие такие, но очень незначительные, но все-таки есть некоторые опасения. А вот первые, допустим, 8 раз, 10 раз абсолютно меня ничего не смущало. Я там нахожусь, вот как сел на электричку, мытища, приехал, там все добродушные, все улыбаются, что ни спроси, все тебе отметят, все ответят, все покажут. Да, есть ребята, есть нищие, есть попрошайки, все это есть, но о чем мы хотим, одна из 10 самых нищих стран мира, все это есть. Но с этим считаешься, конечно, но вся масса, весь народ, ислам традиционный, классический. У меня, допустим, с кем я сотрудничаю, я одного, у них имена одинаковые, только один христианин, а другой мусульманин. И, в принципе, я даже и не знал до последнего, что это так. Поэтому там спокойно, хорошо, а когда чуть-чуть копнул и начал изучать эту страну, там глубина просто поражает. Есть люди больные Египтом, но Египет это одно. там ну и потом там я не знаю, ни один Египтолог со мной конечно не согласится, но там мне кажется все тайно раскрыты. Ну нет, это я прекрасно себе даю отчет, что говорю так. Но по сравнению с Эфиопией, Эфиопия это одно из наверное немногих белых пятен на нашей планете осталось. Если вы позволите, я дополню еще, почему Эфиопия вот например Андрей Юрьевич даже более привлекает, чем Египет. Дело в том, что в Египте культурная традиция она уже не аутентична. Во-первых, современные жители Египта это пришлое население по отношению к египетской культуре. Культура древнего Египта это в принципе культура мертвая. Более-менее близкие к древнеегипетской культуре из населения Египта это копты их считают потомками древних египтян. То есть это всего лишь десятая в лучшем случае часть населения. А в Эфиопии это живая культура. Большая часть населения является носителями этой культуры. И вот Андрей Юрьевич говорит, что очень комфортно чувствуется. Это менталитет. Вот знаете, вы едете например отдыхать, если вы едете, например, если вы мусульмани, вы в Турции будете чувствовать себя более комфортно. Почему? Потому что менталитет будет близким. И когда вы будете общаться с Турками, будете понимать, почему он себя ведет таким, как он поведет себя в той или иной ситуации. То же самое с христианством. Вы едете в Эфиопию, если вы христианин, вы чувствуете себя комфортно. Почему? Потому что менталитет, несмотря на разницу внешних форм, менталитет христианский, он тоже будет общий. Поэтому вот эти моменты они тоже привлекают, заставляют как бы приблизиться к этой культуре. Вот Андрей Юрьевич приехал и заболел. Я в Эфиопии занимался в контексте, я больше религиовед, поэтому в контексте дохалкидонских церквей. Действительно, чем интересна Эфиопия, например, среди других дохалкидонских церквей. Вот их называют монофизитскими, хотя это не совсем так. Дело в том, что в отличие опять же от целого ряда традиций дохалкидонских, эфиопская христианская традиция, она не только живая, но это живая традиция, которая сохраняет формы античного христианства. То есть, мы с вами можем говорить о христианстве в Римской империи, в восточных ее провинциях, в западных, а вы можете поехать в Эфиопию и увидеть в живе то, о чем мы с вами обсуждаем, о чем мы говорим на страницах научных книг. Почему? Потому что здесь это античное христианство сохраняется вот как явление живое. Иконография, Андрей Юрьевич говорит, поздно появляется. Да. Почему? Потому что, опять же, в монофизитских церквях икона как таковая, вот она не использовалась долгое время. Берем армянскую церковь, в основном древнейшие иконы армянской церкви тоже самоотносятся к 16-17 веку. То есть, вот когда вы с этим сталкиваетесь, вы понимаете, что здесь сохраняется аутентичная традиция, подлинная традиция. И, если вы, например, занимаетесь этим вопросом, то, соприкасаясь с этой традицией, вы можете провести параллели, увидеть формы, например, если мы говорим о христианстве, формы христианства такие, которых уже больше просто нет. Поэтому, собственно, и привлекает. Эфиопия. Еще один вопрос, пожалуйста. Хотелось бы узнать, здравствуйте, хотелось бы узнать по поводу языка местного населения и каким образом вообще вы налаживали контакт в моментах, когда покупали экспонаты или приобретали экспонаты, на каком языке это происходило? Смотрите, изначально в Эфиопии был древний язык ГАИЗ. Его нет. В церкви он остался, переписывают священные писания, там он сохранился, службу ведут на ГАИЗе. Его нет с 12 века, где-то вот так, плюс-минус. Развитие получило амхарский язык, сейчас он там и присутствует. Амхарском говорят многие, основная масса я имею в виду. Но тем не менее, 86 народностей говорит о том, что есть и другие языки, как язык тигриния и другие, там, рома. Вот, поэтому очень много и диалектов. Поэтому, вот если вы знаете амхарский, будете говорить с Эфиопом, а он, допустим, захочет что-то сказать другу, что, типа, вот, ну, что за придурок приехал? Он скажет уже на другом языке. Вы его не поймете, но он вроде говорит на амхарском, но не на амхарском. Понимаете? То есть, как нюансы. Как дагестанцы в России. Вот. Но, смотрите, Эфиопию и Россию связывают как минимум лет 200. Лет 200 связей. Раньше в университете они собой преподавали русский язык. И лишь последние, может, лет 10, может, чуть больше преподают китайский язык. Эфиопов, ну, не то чтобы пачками, но отправляли раньше в Россию. И очень много Эфиопов отучилось в России и занимает сейчас много ключевых там постов. И сохраняет в том числе знания русского языка. Кроме этого, много русских там живет. Много русских женщин вышло за Эфиопов замуж. Эфиопы красивые. И женщины красивые, и мужики с ними это очень красивые. Поэтому и много женщин уехало туда. И сохранили это. Я знаю одну семью, у них вообще ребенок, он уже не маленький, а он на русском и на амхарском говорит. Но у него русский, как будто вот это, сосед у меня по лечечной клетке. То есть он вообще без акцента, как Лим. Вот. Найти переводчик там, это вообще не вопрос. Это чисто так вот технический финансовый вопрос. Поэтому найти переводчика, допустим, по бизнесу, вопрос одной цены. Найти переводчика и сопровождающего для себя, это другой вопрос. Вот. Сколько времени он потратит на машине, не на машине будет, на какой машине, и куда с этой машиной, а лучше всего с двумя. на двух машинах ездить по Эфиопии, на одной ни в коем случае. Дальше столицы не едете, только на двух. Для охраны? А? Для охраны или для чего? Не, ну отъедете километров за сто. Допустим, до Адама не доедете, там есть город такой, типа Дубны, очень красивый, хороший. Не доедете, там километров 10, да, а там пригорок, там бабуины живут, да. Не говоря о том, что львов никто не отменял, гепардов никто не отменял. Чем-нибудь заклинит у вас в двигателе или он сгорит. Потому что резкоконтинентальный климат, все-таки у них днем жарко, а извиняюсь, в 8 вечера там холодрыга, реальная холодрыга. А в 6 утра еще холодрыга, но в полседьмого уже... Вот, поэтому машины, это не единичный случай, они просто загораются, не говоря там, что сломаются. Ну и останетесь вы на ночь, и что будете делать? Вот. Связь не везет. То есть запасная машина должна быть. Да. Называется. Андрей Юрьевич останавливался в отеле, говорит, стекол нет в окне, но две огромных таких палки вставил. Говорит, зачем? Говорит, да, чтобы лев не залез. Поэтому... В 100 километрах от столицы. Вот, поэтому у меня английского нет, у меня мхарского нет. Болгарский, немецкий, сами понимаете, там ни к чему. Поэтому я ездил и один. То есть, если вы чем-то увлечены, а если еще и какой-то внутренний вот этот огонь есть, вы решите все вопросы. Здесь не нужен карман, как у Усманова, или у кого-то еще. За нормальные сопоставимые деньги вы решите все вопросы. С таким интересом, с таким карманом, как у Усманова, там даже не интересно. То есть, когда вы можете заплатить любую сумму, вам все и принесут. А вот поискать, поторговаться. У нас в Казанском университете уже с 2014 года введены язык суахили, преподается. То есть, у нас африканс. Африканс. То есть, были уже выпуски. И мы, конечно же, мечтаем своих амхаристов воспитывать. Мы стремимся к этому, потому что это, во-первых, необходимо и для изучения аврамических религий, потому что без Эфиопии немыслимое изучение ни ислама, ни христианства, ни иудаизма. А Казань является важным центром исламоведения в этом плане, получается, и аврамических религий. Ну и для открытия уже самой Африки возвращение вот этих утраченных позиций России в Африке тоже необходимо не только в федеральном центре, наверное, обучение языкам вести, но и в региональных центрах, чтобы все-таки регионы тоже какие-то имели контакты. Наверняка у Татарстана есть интересы тоже с его богатой экономикой на африканском континенте. И мы рассматриваем ваш визит, может быть, даже как такой матричный, как какой-то такой сигнал, может быть, это будет, боюсь, даже зарекаться, но старт такой точкой, что и наши руководители обратят внимание, но мы уже, наш коллектив кафедры давно к этому стремится, все-таки мы сдвинемся с морской точки и в сторону Эфиопии двинемся. А у вас нет связи, допустим, с православным Свято-Тихоносовым гуманитарным университетом? Нет. А там есть протеерей Олег Давыденко, а он написал книгу «Двухтомник эфиопский язык». Ну, ГИС, в первую очередь. Ну, для нужд Духовной Академии, да? Духовный семинар. Ну, да, но тем не менее, я говорю о знании самого языка, там преподает, допустим, Иосиф Фридман, преподает ГИС. То есть, кроме профильных направлений, как то МГИМО, там ИСА, да, или Высшая школа экономики, или РГГУ, есть вот и специалисты отсюда. Мы всех практически в России знаем, со многими сотрудничаем, многие нам помогают, потому что, понимаете, вот, допустим, в иконописи, вот я говорил, вот эти многосюжетные иконы, многоуровневые, да, там бывает, и не разберешься, но на некоторых есть надписи. И вот с надписями помогают специалисты с ГИСом, допустим, Иосиф Фридман очень часто помогают, или, допустим, профессор РУДН с нашим, да, с нашим паспортом, с российским, 30 лет уже в России. Эфиоп, да. Да, на гуси Касае, Вольда Микаэль, он в РУДН преподает, профессор, доктор. У нас он, вроде, участник программы, по-моему, есть. Да. Завтра будет. Он онлайн, наверное, будет. Скорее всего, он онлайн. Касае, да. Мы говорим, Касае. По поводу ГИСа, что можно сказать? Когда его воспринимают только как литургический язык, это тоже не совсем правильно. Дело в том, что ГИС для Эфиопии – это своеобразный язык культуры, то есть древние тексты, не только церковные, но, например, хроники. То есть та же самая Кебра-Нагаст. Поэтому в этой ситуации ГИС, он тоже интересен. Это не только, вот знаете, как церковно-славянский язык, который используется только в литургических действиях. Но это язык культуры, эфиопской древней культуры. Поэтому он тоже, оказывается, востребован наравне вот с амхарским, там, с тигринией, с другими языками. Культурный код страны. В какой-то мере, да. И вот мы говорили, я упоминал про имперскую идею Эфиопии. Вот Новый Сион, царь Соломон. Это в первую очередь все как бы связано с ГИСом, а не столько с амхарским, например. Ну, наше время вышло, но мы провели это время очень увлекательно. Не хватает времени, конечно, когда интересные люди, интересные собеседники, профессионалы своего дела. Еще раз огромное вам спасибо, что вы откликнулись и потрудились приехать к нам в город, в Казань. и привезли замечательную выставку, тащили, можно сказать, на себе эти тяжести. Не иначе. Я думаю, мы должны поблагодарить сердечно наших коллег. Надеемся, это не последняя встреча, а, возможно, это стартовая наша встреча, и будем надеяться на ваши советы, консультации, может быть, лекции в будущем по вот этой теме. Мы только за сотрудничество. Благодарю вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин